А теперь отправляемся на дачу. Сезон в разгаре и казалось бы, ну что там, поливая, кучевая, жарь, шашлык. Но нет, сегодня и оттуда приходят горячие новости. Побои, нападения, обращения в полицию, детские истерики и плач. И все это дачный конфликт. Многолетние пока нерешаемые. Личное дело или всех касается? В деле чужих ягод, детей и собак разбиралась наша съемочная бригада. Почему не на поводке? Потому что это не городская зона. Это Ленинский район. И что? Убирай собаку. Посмотрите, что она делает. Вот у меня ребенок, она тыкает своими граблями в него. Я ребенка не трогаю, собаку убирай. Было и так в садах за чистыми прудами. И даже так. Ты дурная мать что ли? Ты дурная бабка. Хватит сюда ходить. Пойдем, пойдем. Все, вон пошли. Вон. Мы идем купать собаку. Ты с ядром пошла воровать ягоды. Нет, у меня там был намордник. Я снимала, что не было намордника, пока не сказала. Ну и что вы сказали, мы исправились. Все, идем. Посмотрите, до чего она довела детей. Женщины в расстройстве день через день снимают свои перепалки. Если без эмоций, то ситуация следующая. Многодетная мама Ольга Бушмакина с детьми и собакой ходят гулять в лес и на пруд в соседнее садоводчество. Славич оно называется. Но на пути встречают активную жительницу Александру Евгеньевну Новоселову. И пройти не получается. А вот и мнение сторон. Гуляя с детьми, я столкнулась с тем, что я не могу пройти вот в этот лес. Не могу искупать собаку в пруду. Не могу, значит, пособирать с ними грибов. Мешаем, что вот у нас собака. Просто говорит, что у нее маленькие дети и они боятся собаку. Как видите, вот никого нет. Она как будто специально нас подкарауливает. А вот другая точка зрения. Противоположная. Несколько лет назад, вот я здесь была на своем участке, увидела, как эта дама со своей, видимо, мамой собирает яблоки у соседа. Я вышла на дорогу и на меня эта овчарка набросилась. Это наше дело ставить забор или нет. А ее дело одевать намордники, одевать поводок на собаку и детям запрещать тут собирать ягоды. Я сколько лет терпела. Вот у меня дети сейчас стали постоянно тут жить. И у меня терпение лопнуло. И в итоге пять лет продолжается этот конфликт. Ни конца ему, ни края. И самое необычное, что обе враждующие стороны выступают за защиту детей. Причем на их глазах. Кто-то посчитает, что, наверное, неправильно было бы сюда ходить. Но я считаю, что надо детей учить, преодолевать вот такие трудности. Я представляю, если у меня ребенок там видели, там и качели, и груша висит, они бегают по лесу, играют. И вот такая вот дура подбежит. Это даже гавкать не надо. Ребенок заикой станет. Я защищаю своих детей. Казалось бы, мелкая частная история. Садовые, междуусобицы. Но жизнь состоит из мелочей. Не иначе. А эта ситуация привела уже к драке и нападению, по мнению сторон. И здесь любой юрист, как и психолог, скажет одно. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. И садовым соседям надо уметь договариваться. Елена Чехомова, Александр Брызгалов. Бюро новостей Дэвича.